И такая вам говорит, ребят, все, клянусь, теперь каждое утро, каждый вечер буду с вами. Ну, видите, жизнь диктует свои правила, поэтому, к сожалению... Ой, Танечка, моя красавица, это мой молодец. Нити дело, что касается нити, это отдельный разговор. В одном автобусе ехали, что ты не подошла ко мне? Ну, просто, ну, что ты не подошла, заяц? Нити, это отдельный разговор. Я их сделала, меня уговорил мой косметолог сделать перед Мексикой. И я, ребятчики, на это повелась. И что вы думаете? Я прилетела в Мексику. Вы помните, что мы жили в роскошном отеле, потом вышло так, что нас не пустили на самолет, и мы с мамой были вынуждены жить вместе в трущобах. Я вот так вот открыла рот, прям помню, там было какое-то представление, вот так вот. Ну, как я могу. Короче, засмеялась. Ребята, у меня вот в это место, не дыхать глаза вот ровно, я не знаю, миллиметр, лопнула нить. Дорогие друзья, у меня образовался вот такой шарик, я не могла не есть. У меня вот так вот, прям вот она вот колола, как бы глаз. Я не могла не есть, не спать. У меня была температура. Это я никому не пожелаю. Вот честно, я никому не пожелаю делать нити. Вот, это сто процентов. Это сто процентов. Это точно, что я прошла, и то, как меня вытаскивали, это отдельная история. Даже не хочу это вспоминать. Как бросить парня, бы наглял. Зай, ну, это глупый вопрос. Потому что я считаю, пока тебе не надоест с ним быть, ты все равно, кто бы тебе что ни говорил, не уйдешь. Поэтому живи с ним, пока ты не поймешь, что у тебя будет еще. И тогда только сможешь уйти от него. Лучше. Ну, конечно. Это сто процентов. Очень проголодалась. Очень хочу есть. Жду, что мне принесут еду. Вот, собственно говоря. Очень захотела что-то яблочного сока. Хотя думала, что приду и возьму капучино. Спасибо. За что? Жалею, что не подошли. Да, блин, надо было подойти. Планируешь возвращать свой вес? О, да он же у меня. Скачок произошел на фоне сильнейшего стресса. То есть, это не потому, что я там начала больше есть. Поэтому возвратить его сложно. У меня сильнейший гормональный скачок веса был. Я не планирую специально что-то делать, схудеть. Как идет, так и идет. В принципе, поэтому как-то так. Очень красиво. Смотрите, какая обстановочка. Сейчас покажу. На проект вернуться. Слушайте, а что там делать? Я не понимаю. Возвращаться в моем возрасте? Мне нужно детей рожать. Рожать там от кого? От Тиграна Салибекова? Это не моя, наверное, история немножечко. Поэтому, спасибо, нет. Я в Жуковском. У меня мама на работе. Вот. А у меня здесь была реклама массажного салона. Слушайте, я планирую за границу поехать очень давно. Уже как, знаете, сколько год. Ты раньше в Сауне работала. Привет. К сожалению, или к счастью. Луна, бьюти диплент. Зая, жду от тебя крем. Ты знаешь, я нашла, у кого его наконец-то заказать. И я очень жду. Меня, кстати, в Японию тоже давно зовут. У меня папа там гастролировал. Счастье. Какой у тебя вес? 68 сейчас. Простите, метр 68. Это много. Мой стабильный вес 51 был. 49-51. Но на фоне стресса, вы уже знаете, расставания. У меня скакануло все. Почему мало нормальных мужчин? Слушай, да это все в нашей голове. Знаешь, как мы себя загадаем, так и будет. Я, ну, не знаете, вот мне так смешно, когда мне вопросы про вес задают. Потому что, ну, уже, по-моему, всем понятно, что я пережила анорексию. Да, что я, слава богу, проработала эти травмы. И мне, мне, по сути, на вес все равно. По гороскопу я весы, естественно. Мы только что же до рэп был. 15 октября, вы что, забыли? У нас у всех подряд. У Мусульбес, у Марины Африкантовы, у меня. 13-го, 14-го, 15-го. Мы еще на проекте ржали, что вот все весы собрались. Я говорю, да, вот все весы собрались. Поэтому, такие дела. Вы идите замуж за мусульмане. Слушайте, мне вообще, ну, не важно, какая религия, какой цвет кожи, какая нация. Мне главное, чтобы человек был хороший, понимаете? Нет такого. С Малиной, да, общались, общались. Я первый раз тебя сейчас, ну, поздравляю, первый раз, это всегда такие ощущения, так себе. Вроде не понимаешь, что происходит, но затягивает. Ладно, шутки-сторые. Меня всегда рады, если ты же готова сделать визу. Блин, слушаю. Меня очень давно зовут Японию. У меня же папа там жил, вот, и был в восторге. Вот. Так я взяла. Сок! К сожалению, ну, не вискарь же, в литровом бокале. Сколько здесь? Привет, Сочи. Ты всегда такая или иногда? Какая такая? Иркутск, привет. Казахстан, привет. С Александрой Харитоновой общаюсь. Вы знаете, мы с ней прекрасно дружили на проекте. Но потом что-то произошло, что я не понимаю. Я ей писала. Она что-то ни с кем особо, по-моему, не общается. До какого возраста для вас приемлема родить первого ребенка? Слушайте, ну, нет такого. Нет такого, знаете, когда приемлема, это как даст Бог, или Вселенная, или я не знаю кто. Поэтому кто-то рожает в 17, кто-то в 15, кто-то в 45, кто-то вообще не рожает, кто-то усыновляет детей. Когда мне позвонила вчера подруга, говорит, вот, мне, говорит, 35, мы сказали, старая родящая, что ребенок может родиться больной, и вообще нужно делать аборт. Ну, она в итоге родила мальчика, и, представляете, врачи думали, что у него диагноз, там, синдром Дауна, а у него просто такой нос был, как бы, не знаю, на снимке. И она на свой страх и риск родила абсолютно здоровая, мальчика, поэтому у тебя есть сейчас родить, ты была беременна. Ну, ты же была беременна, да, я была, но не хочу об этом вспоминать, и вообще говорить. Говорить, изменилась будет там, в каком плане изменилась, хорошая родилась, или нет. Машенька, приветик, всем приветик, есть, хочу. Ты в 37 родила, да, ну, слушай, супер. У меня мама родила в 17 и в 41, в 40, в 40. Мне все говорят, что я похорошела, но я подобрела, скорее, чем похорошела. Подобрела в плане веса. Все говорят, да, что я не услышу в сторону. Как вы думаете, что я себе заказала поесть сегодня? Здесь было очень много вариантов. Я думала, борщ, но нет. Примори, привет. Вот, что я заказала, как вы думаете? Ну, это под себя заказала. Возьмете из детского дома детей. О, слушайте, это очень сложный вопрос. Вообще, в принципе, непростой. Это огромная ответственность. Огромная. Мы все переболели здесь уже, друзья. Уже не по одному разу. Мы с мамой увалялись. На самом деле, у меня сильные отеки, я мучаюсь. Видите, над глазами. Сейчас покажу. Вот. Вот, смотрите. Я очень благодарна родителям Игоря. Очень. Они потрясающие люди. У меня папа Игоря первый поздравил. 15 октября. Я даже не знаю, какой он помню. Обо мне. Ну, нет, обо мне вроде нельзя забыть. Но что у меня Дарея, именно 15-й, он мне прям в ночь поздравил. Мамочка поздравила. Сестра. Все его племянники. У него очень крутая семья. Очень хорошая. Вот. Я их очень всех люблю. Естественно. Спасибо. Не надо терпеть головную боль, выпей таблетку. У меня пачки не месила дома. Все время. Вот. Завтра 27. Это чудесный возраст с наступающим. Суслы говоря. Очень хорошего возраста. 27. Да, любой возраст хороший. Главное отношение к жизни. Ты когда стоишь, что мы в Турцию? Крутой отель. Так с удовольствием. А как бы просто рядом с той же ситуацией. Что? Привет, Машонь. Что? Ты в сторис писал. Ну, мол, как в Турции. Крутой отель. Ездить, так с удовольствием. Как? Быть просто рядом с той же ситуацией. Ну, поняла. Ой, какая у меня красота. Смотрите. Мне принесли тунец. Полный сырой. Вот, смотрите. Я его обожаю. С такой вот прожаркой. Медиум. О, Люба Прохоро. Привет, мой красавец. И мой любимый соус. Гоакамоле. Я его просто обожаю. Начинаю с Мексики. Это протертый авокадо. Очень вкусно. Но яйцо, по-моему, чуть не очень. Не понимаю. А, это шикарно. Ну, я рекомендую сразу, по-моему, по-моему. Слушайте, ну. Про Алену я отвечать не буду. Задавайте вопросы и ем. Я ничего не могу посоветовать тем, кто худеет, кроме как... Что делать за головой? Это... Утром съедать два белка без желтка. Днем съедать куриную грудку с натертой капустой. И вечером, вечером, можно стык из тунца, что-нибудь такое, без гарнира, собственно говоря. Отказаться, естественно, от сладкого, жареного, печеного, соленого, копченого. Ну, как-то так. Прекомпчат. Общение с Ани Блюм. Ой. Да мы друг без друга не можем. Нормально. Наладили сразу практически. Очень вкусный. Гокко Моли соусы, завокадо прям роскошный. Очень вкусный. Тут его умеют делать. Самару? Слушайте, ну я пока... Это перец? Не планироваю. Не понимаю. А, нет, вот это перец. Значит, вот это соль. Блядь, ее нет. Это с другого стола возьму. Подождите. Так, тут у нас еще картошечка. Ой, все равно наш Марина какая-то фигня. Макс, привет. Моя хорошая. Ммм. Да что загоняться по поводу веса, если ты родила? Это все такая фигня? Ты мама. Ты выполняешь миссию, которая тебе предначертано. И ты еще при этом загоняешься по поводу веса. Вообще, что об этом думать? А сейчас из офиса. Ну вот, видишь, Макс, как все меняется, любовь-то моя. Я решила вычеваться. Соскучилась. Я тут прям умею тунец готовить. Такое медиум прожарки. Очень вкусный. Очень вкусный. У меня очень нравится. Макс, ты все запомнил? И только знаешь что? Тут нет горчичного соуса. Но я попросила горчичный соус заменить на авокадо. С Ливаном, конечно, общаемся. Мы с ним сейчас улетать должны. На Новый год. Спасибо. Кто еще тут пошел есть со мной? Со мной. Очень не хватает ваших эфиров с завтраками и ужинами. Ребята, так иногда заебываюсь, что у меня самой не до чего. Вот сейчас вот, слава богу, к вам вышло. Тоже для меня радостно. Я сегодня приехала с мамой в Жуковске, потому что у нее операция же была серьезная, вы же знаете. И я очень нервничала, как она себя будет чувствовать, потому что у нее все кровит из носа, кровь там и вообще. И очень часто кружится голова. И, естественно, сегодня я приехала с ней. И песни были в эфире. Да. Ой, не надо слов. Все у нас было с вами, да. Надо возобновлять. Я что-то обленилась. Ну, не обленилась. А много что-то навалилось. Всякого. На меня. В перми не было. Почему я так люблю лук маринованный? Ну, вот что же это такое, а? Вы это моей маме сообщите, что ей нужно больше отдыхать. А может, это бесполезно с ней говорить? Даже сейчас у меня была сложнейшая операция. Она поперлась на работу, а я, естественно, с ней. Зачем так полямкать? Дочь, ты в моем эфире, если тебя что-то не устраивает, вон зверь, вон нам. Поняла? Я ем так, как я хочу. Это моя жизнь. Это ты ко мне приходишь, а не я к тебе. Это как мужчина, знаете, который живет с бабой, а потом, да что я с тобой делаю? Такое ощущение, знаете, что это? Его кто-то заставлял изначально. Бред. Почаще выходил эфир. Ну, представляете, у меня тут это... Отдельную комнату для эфира, можно сказать, Далек. Блин, яйца отвратительные. Не знаю. Коля, вроде перепелиный. Вроде все должно быть нормально. Как-то запах. Очень напитно, я же, да. Спасибо. Соус калкамоли, боба. Прямо, знаете, здесь... Куски авокадо. Это так вкусно. Что рассказать про скрипку? Я начала заниматься скрипкой, когда мне было 4 года. Все же ей занималась по 20 часов в день. Очень это тяжело, сложно. Почему ты стерил в эфире, кушаешь некрасиво? Ну, ты знаешь, этого советовали, спрашивая, мне вообще пофиг. Так, если бы я слушала каждого, кто мне что-то говорит, делать или не делать, то я была бы как личность стерла с лица земли. И уж точно я бы ничего не выкладывала. Вот. Поэтому как-то так. Я имею свое мнение на все. Мама заслуженная отчистка России у меня, гениальная пианистка. Работает главным концертмейстером, проработала в оперном театре. Сколько? 40 лет. И там, когда я заболела в наруксии, уехала ко мне в Москву. И здесь ее пригласили работать в детскую музыкальную школу в городе Жуковске. И так она тут и осталась работать. Скажи, пожалуйста, а из какого-то города? Вот и вот пишет, что тебе нужно удавлять зубы. А из какого-то города? Потому что если ты из Москвы, то иди в свою студию к Давиду Выгоршаковичу. Он просто так это делает, что ты не чувствуешь. Поняла, да? То есть вот этот зуб мне удаляли два часа, а он все. За пять минут сделал, ничего не почувствовал. И маме так же. Поэтому если идти, то только к нему. А так, в принципе, ничего страшного ни в чем нет. Ничего не бойся, дочь. Ничего не бойся, никогда. Нет. Я раньше жила в Жуковском. Когда была со своим парнем. А потом я переехал обратно в Москву. Все роняю. Ну вот, тем более, все зависит. Обезборивающие, хорошие, бояться нечего. Дочь, да я никого не слушаю. Это я сама тут хандрила немножко. Точнее, не немножко. Она меня давила, что на день рождения. Что я его не хочу отмечать. А мне все звонят. И мне всем приходилось отказывать. Ну, Аня пролетела с Питера. А у меня какое-то бессилие было эмоциональное. Опустошение. Знаете, такое ощущение, что ты ну вот идешь, идешь, идешь к чему-то. А потом ты просто, у тебя вот бак. И ты просто понимаешь, что тебе вот то, чего ты достигла, это круто. Но у тебя вот это стоит типа таких усилий, что эмоционально тебя как будто как человека не стало. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому это время у меня очень непростое. Потому что меня вот поняла, мы говорили с Викой Романец. Она говорит, Маш, твоя проблема в том, что ты никуда не ездишь. Ты всегда работаешь. Ты всегда боишься, что ты чего-то не доделаешь. У тебя такой комплекс детства. Я, наверное, никогда ни на кого не могла положиться в жизни. Поэтому, поэтому, собственно говоря, происходят вот такие моменты выгорания. То есть, когда ты работаешь, 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 а потом ты достигаешь там многого и хоп, а в этот момент уже как будто бы ничего не надо. И у меня примерно вот такие же состояния. периодически накрывают. Ух. Очень вкусно. Я не слежу за фигурой. Абсолютно. От слова совсем. Я принципиально ем все, что хочу. Абсолютно. У меня такой период. На дом 2 нет, я не вернусь, ребят. У меня там делать нечего. Вот вы понимаете, когда вы приходите на дом 2, то вы полностью выпадаете из жизни. Полностью. И вы фрустрированы. То есть, когда особенно ты первый раз приходишь, ты думаешь, что знаешь, ты выйдешь, и у тебя под околами стоит пресса. А это фигня. Ты вообще вынужден заново все начинать нарабатывать, как будто бы до этого ничего не было. Как с пустого, с чистого листа. Репутацию, друзей. У многих косые взгляды, типа, ой, дом 2. Короче, тут очень много нюансов. И очень сложно вообще с этим потом как бы жить. Поэтому мне хватило. Я один раз была. Мне тогда это было нужно. В момент расставания с мужем. Тогда я отвлеклась. но знаете, я не совсем понимаю, наверное, людей, которые там прописались или которые там живут столько лет. Нет, я не осуждаю, но это просто не моя история. Вот. Я не хочу жить, знаете, в искусственных условиях, где тебе дают еду. Вот. Где варяйте привет. где тебе там, ну, вот эти вот создают такие вакуумные условия. Я не хочу. Ну, на доме 2, как сказать. Если ты тупая, то ты можешь прийти к редакторам и спросить, что тебе делать. Мне за время пребывания там ни один человек не сказал, что мне нужно делать, с кем мне нужно быть. И этого никогда не было. я осталась одна в этом зале. Вообще никого не стало. Сейчас вам покажу. перемен был. Поваривали. Смотрите. Последние люди ушли. все для дня мы теперь с вами тусим здесь смотрите какие цветочки блин делать вообще как переключить камеру а сейчас я переключу камеру видать вот я забыла как переключать камеру вы представляете приезжай в казахстан ой спасибо я в кафе сижу жду маму собственно говоря пришла пообедать есть хотела очень знаете мы очень можем много чего планировать как я например там запланировала поездки еще что-то ничего не случилось поможем ничего не планировать ставим вообще я должна лететь на новый год в абхазию с ливаном работать собачки дома очень вкусно ну вот яйца я не понимаю я не понимаю чем они пахнут мне не нравится ну вот все говорят смотрите то есть я пью и думать что мне неудобно то есть а я приняю чем концом но как только я как могу он был интересно когда вы там были но это тоже согласно да вы понимаете то что там раньше съемки были 24 на 7 то есть неважно ночь день ну как бы за тобой всегда следили а сейчас там съемки заканчивается полу девять вечера то есть ты до утра по сути можешь хоть уезжать но это уже не то пальто потому что одно дело когда-то на доме 224 на 7 и там накал страстей ну например если ты выезжаешь за периметр ты как бы спускаешь пару же знаете ты выехал а у нас наоборот такого не было меня могли не выпускать там по четыре месяца чтобы вы знаете все эмоции которые мне есть там который накапливается именно на камеру выливались а сейчас но сейчас не то уже вот для меня не знаю я смотрю пишет смотрите как ты чавкаешь меня скачет такой я думаю люди сами же заходят и все еще сами пишут фигу нет самара пока не планирую у меня очень много здесь мероприятий очень постоянно я почему по эфир стал выходить реже потому что у меня по два-три концерта стало по четыре в неделе то очень сложно морально эмоционально и физически ты на каблуках стоишь там играешь на спинках спина отваливается все это живьем вот поэтому как-то так можно в Москве естественно папа мой в самаре работает вот жене ой привет зая ты мне ни разу не ответил я на тебя обижена сколько я тебе писала вадим с женей как дела ну он на меня обиделся он мне позвонил говорит Маша присылай паспорт я беру нам билеты в казанье соревнования я ему говорю Вадим у меня гивы проходят а когда гивы проходят это значит что подписываюсь только на спонсоров на своих вот а потом мало ли ну там ограничение места возят и я на кого-то забываюсь вот короче чё он меня позвал с ним поехать в казань и мне он написал значит числа на 1 октября что пришли мне срочно паспорт я нам беру билеты на 10 ноября и сказал господи какое 10 ноября до 10 ноября еще это как до Китая это раком он говорит нет я возьму заранее билеты я говорю зачем вот зачем говорю брать билеты заранее потому что они дешевле и все она накрыла знаете когда мужик там говорит что ой надо брать заранее за 2 месяца потому что сейчас билеты стоят 2000 а будут стоить 12 и я такая говорю а мало ли у меня какие-то мероприятия будут короче и пусть этого мы с ним не общались я похудела дочь ну пройди в себя это очень смешно то что сейчас как-то это полный смех я правлю очень хорошо мяснушка привет очень вкусно и вот сейчас даем авокадо и мы должны к тебе заехать я тебе столько вещей приготовила и мне нужно тебе это все отдать мы с мамой запланировали но видишь у меня операция была поэтому мы немножко выпали из жизни давай запланируем я так по тебе соскучилась и по мужу по твоему ну короче и по коту даже короче соскучилась да бля вот как колец я чувствую тетюля можно растения как-то убрать что с ним сделать бля но мой дом учиться на ужасного писать без единого зуба жить это же кошмар вот ее сделали верхнюю вставную челюсть но я как дочь просто не могла видеть что моя мама ходит с пластмассовым небом вот а поняла давай хорошо хорошо яночка а вот я короче напрягла врачей они сказали машину понимаешь и 70 лет мы очень боимся ей делать имплантацию двух костей потому что наращивать импланты не на что в итоге я рискнула сделать имплантацию двух костей на верхнюю челюсть чтобы теперь не должны блин полгода проживаться хотя они сказали что процентов только 10 что это все проживется но я решила что если я не попробую я буду себя мучить потому что моя мама но писать она просто ходит с этой стороны челюстью которая периодически еще выпадает плюс она похудела она ну короче это сложно ей то есть я понимаю что она мне сама говорила что мне безумно удобно что я безумно счастлива но я не могу мне сам факт вот это мои проблемы то что эмоционально я как представляла что это не оба искусственная и как вообще чувствовать еду короче я сейчас сводила этим сама себя с ума и решила что мы будем ей делать новые зубы ой веснушечка да давай мы запланируем в следующей неделе мы к вам приедем хорошо я очень хочу ну это была по-моему на присосках у него зай но все равно я хотела чтобы у него были зубы постоянные то есть мой папа получается себе сделать целый винировый род да а мама должна так ходить нет так не пойдет я человеку спорта собственно говоря такие вот дела здесь одна сижу все дорогие друзья пошли все когда я пошла в мир ушли все отсюда здесь сидела одна семья тут еще пара девушка с парнем здесь отец сыном и в итоге все ушли уйду очень не знаю сколько дай бог чтобы у нее все прижилось и тогда будут ставить а если не приживет то тогда я не знаю что это будет я тогда не выдержу уже потому что это ну это очень сложно я уже хожу я и все покупаю ребят чтобы понимали уровень у меня вчера пошла во вкус вилл я купила пюре из цветной капусты еще пюре обычное потом как это называется паштет нашла паштет из трески и печени растерла яйцо с паштетом из печени трески все это положила на протертое пюре из капусты и картофельное пюре и все это еще она запивала бульончиком ну короче стараюсь как могу чтобы ей было вкусно более-менее потому что ну мама такой уникальный человек мне так хочется чтобы она была счастлива мало того что она за меня тут с ума сходь что дождь там уже 40 лет скоро у нее детей нет мужчина нет а для нее так как для мамы это же очень сложно погода ну как сказать дождь с целыми днями дождь все стабильно льет дождь с утра и до ночи а утром еще поман такое что ничего не видно слушайте по поводу Крис да как ты относишься что Крис говорит что ты актриса и все неправду говоришь я на эти ваши провокации больше вестись не буду Крис прямо такого не говорит вот поэтому ваши фантазии остались на первом этаже Питер привет кстати когда была в Питере на Даре Ане ко мне на улице все подходили а еще мы прошли с Аней а еще короче мы прошли с Аней в кафе и подошел мужчина и сказал ой Мария я директор и я закрою весь счет было очень приятно хотя я думала что у меня в Питере мало подписчиков а оказалось что я посмотрела потом как это называется города которые у меня есть и у меня первая это Москва вторая Питер стоит вот очень приятно еще кстати Краснодар очень много Челябинск это я вообще удивилась я думала меня там не любят нет я прекрасно отношусь к Кристине я считаю что моему брату повезло потому что она очень умная не по годам сумела моего брата приструнить взять в руки собственно говоря и вот стала примерно северина это достойно я вот такими навыками не обладаю честно скажу я знаете я такой человек я типа за если я люблю я растворяюсь я сама все сделаю куплю я скажу мне ничего не надо носки на люстре скажу да слава богу где угодно главное чтобы ты был рядом трусы на моей башке да ладно это тоже не важно что ты хочешь это хочешь сейчас все будет хочешь звезду с неба достану сама заработаю значит сама куплю ты просто будь я на тебя буду дышать пылинки сдувать вот это моя история да общение с мужчинами но это не работает практика показала что это нихуя не работает я люблю тебя да спасибо большое да нельзя сейчас сама потому что мужики они девочки они этого не ценят вот запомните просто вот серьезно не ценят это я клянусь вам сейчас-то я конечно и